МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Была идея провести очень короткий курс, при этом объемный, после которого дети научатся делать свои игры. То есть они не просто будут делать игры, они поймут, что это вообще такое, как с этим работать, из каких элементов состоит игра. Что такое игра? Так, руки, руки, руки! Да. Приложение. У меня есть калькулятор, это не игра. Какие главные элементы есть в игре? Кто мне скажет? Я только что назвал. Герой. Герой, который что делает? Проходит. Проходит что? Измирание. Препятствие. Любая игра состоит из аватара, точнее, игрока, из препятствий. В конце вас ждет какое-то вознаграждение. Уровень? Уровень. Может, следующий уровень? Университет. Если повезет. Уровень. В какой-то момент я понял, что у меня получается донести до детей какие-то сложные вещи. И работая с ними, я понимаю, что такое креатив, когда их сознание не лимитировано ничем. Каждый раз, когда будете придумывать игры, вы все рисуете скетчи. Что такое скетчи? Скетчи. Нормально не рисую, это на рисование. Да, это на бросок. Кусочек рисунка. Попробуйте сейчас нарисовать скетч вот этой игры. Даже программисты, они рисуют то, что у них в голове сначала на лицке, а потом, исходя из этого, как бы дальше работают. То есть этот скетчинг, это классический метод. Я просто взял это, как бы уже из готовой индустрии, адаптировал это для детей. Идти вперед, стоп. Сколько? Скорость 5 км в час, 5 шагов. Ну, сложно, сложно, проще, проще, проще. Должен как-то двигаться, сколько-то времени. И все, и все, и все. Вот это, это один шаг. Дальше вы просто вызываете эту функцию и говорите, чтобы программа повторяла эту функцию несколько раз. Сколько раз он должен повторить эту функцию? 5. Раз, два, три, четыре, пять. Стоп. Всем понятно примерно, что значит функция? Да. Я своей основной задачей считаю, чтобы донести до детей, что очень сложные вещи, которые на первый взгляд кажутся сложными, они простые. Теперь, ребята, вы создали несколько функций. Это еще не игра. Вот игра. Я хотела бы, ну, как бы лучше обладать, ну, с компьютером и, ну, саймой составлять игры какие-нибудь, придумывать. У меня было ощущение, что мне было страшно. То, что у меня ничего не получится, я не буду успевать. Потом у меня накопилась уверенность. У меня просто, там, папа мой тоже программист, я тоже и хочу стать. Вот. Прямо, чтобы идеально было. Переселился в Америку, живешь там, делаешь игры, зарабатываешь деньги на игры. Окей, окей. Это лицо, и там нужно кидать. Вообще, для примера, я сделала шарики, но так можно что-нибудь сделать. То есть, что-нибудь падает, а ты сортируешь. Да. Сверху падают примеры, и нужно быстро выдачить правильный ответ. Ого, это очень круто. Что это обязательно? Давай, встаем и 10 раз приседаем за невыполненное домашнее задание. Человечек прыгает. По плакату. Почему-то, короче, он прыгает, не у нас. У вас красивый скетч, мне нравится. Делаем быстро у вас 30 секунд. Просто создаем функцию, копируем и меняем параметры. Сначала начинается программа, правильно? Идет вот так, и вот эту штуку он должен повторить 5 раз. 20, вот тут у нас 120, а тут что? Нет, нет, нет. А, нет. Нет. Боже мой. Да где же звезда, ребят? Нет, мне было звездо. Давайте, кто первый поймает звезду. Ну вот, почти звезда. Это считается звезда? Нет, это же не звезда. Что это сказать? А как он у нас тут? Я не понимаю, минимум. Я не работаю. Не, ну-ка, не считай, это же не звезда. Пасти. Ну-ка. Хорошо, нажми на А. Подожди, нажми на А. Нет, теперь не работает, Забы. С. Теперь на пробел. Ну-ка, покажи мне. Не получается. Вот, есть первая звезда. А, что делает А? Он сейчас все сотрет. Стоп, А, А, нажми на А. Стоп, не трогай. Он все стер. Теперь нажимаешь на С, потому что у нас это функция бесконечности. С, С. Я не работаю, не хочу. Не Д, А, С. Вот, С, возле А. Я нажал на С и остановилась. А теперь нажми на А пробел. А? С. Звезда поймана. Я поймал. Открытый пятиугольник похож на круг. Вот, я поймал. Нет, у тебя там один угол тупой. Это не считается. Чего? Это же все равно угол. Блин, у меня звезда. Я поймал, звезду. Когда у них были какие-то неудачи, я использовал систему peer-to-peer. Тот ученик, который понял, он объясняет ученику, который не понял. При этом, как бы, он повторяет сам новый материал, и ученик, который не понял, он понимает то, что он не понял с первого раза. Удача меня радует, и дети это видят, как бы. Когда кто-то сделал какое-то крутое обновление к игре, какую-то крутую фишку, там не всегда обязательно выражать это словами. То есть они видят твои эмоции, и им это нравится, и тебе это нравится. А если у кого-то не получается, то ты уже так же по языку тела, я не знаю, по языку жестов уже понимаешь. Тебе не обязательно видеть экран ученика, чтобы понимать, что до него что-то не доходит, или он что-то не понимает. Что нам нужно изменить тут? Что увеличить, что уменьшить? Как вы думаете? Здравствуйте. Аж пуху, пуху. Да. Да, не плохо. Наконец-то. Все работает? Проверю те, у кого не работает. Да, работает, там где-то, там чего-то меньше. И, ребята, у вас в финише должна быть вот такая маленькая комната. Субтитры добавил DimaTorzok. У нас были мозговые штурмы, мы не просто слушали лекции, не просто слушали вас, пытались понять, ну и понимали, конечно, что вы говорили, но и то, что мы сами участвовали непосредственно в процессе. Теперь четко понимаю и представляю, как мне заниматься проектированием с моими детьми. Вообще очень приятно, когда коллеги делятся информацией, и эта информация всегда полезна. Ты желающих? О, желающих нет. Хорошо, варенье. Теперь ты должен играть шесть песен. Все названия пишут с большой буквы, и заготовки переменятся. Я основной полагался, чтобы совсем не расслабляться, и чтобы люди понимали английский язык. Еще он должен забить звезды, и когда он играет в осенью звезд, он выигрывает. У меня было 30 попыток, и тогда я только выигрывала. Увеличивает он спин. Уже сказал, каунтер – это сколько яблок. То есть, когда одно яблоко запланировалось, меняется каунтер на один. Молодцы, у вас были прекрасные презентации. У нас были сегодня гости, которые еще оценивали. Они тоже учителя по информатике из разных школ из России. А у нас указано здесь, кто что смог достичь в ходе нашего тренинга. Вот первая тенденция, например, 92%. Кто-то посещал – 92% посещаем. Мне больше всего заполнилась змейка. Как мы делали змейку? Змейка. Змейка оказалась самой лучшей. В курсе, я хотел бы изменить, чтобы мы не приседали. Чуть-чуть поменьше домашнего задания. Но вы же и так его делали. Не все. То, что урок длится целых три часа. Вообще, когда я делала, мне было как-то легко, но потом оказалось, что у меня не очень все правильно. И мы считали баллы друг друга, и вот мне один мальчик неправильно посчитал. Потом оказалось, что у меня намного больше баллов. Все же я набрала, кажется, 70 из 100 баллов. Больше всего мне понравился тест, когда мы делали теоретическую часть. Мне понравилось, ну, не считая последнего урока, праздника, мне понравился весь курс. Мне больше всего понравилось, когда нам объясняют, как это сделать, и для чего это функция. И все рассказывают что-то свое. Ну, у нас очень скучная информатика, я бы так сказала. А здесь очень интересно, я бы вообще всем посоветовала этот курс. Мне кажется, всем понравится он. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!